Сейчас мы начнем с вами чуть-чуть из спасательного ухвата. Это тоже такая рекомендация, как правильно извлечь пострадавшего из автомобиля, перенести, если он упал в квартире, терял сознание за столом, в кресле. Как более удобно это все сделать и с меньшим вредом для себя. И я всегда акцентирую на это внимание, и на нашем курсе всегда об этом мы говорим. Прежде чем начинать оказывать первую помощь, любому пострадавшему необходимо убедиться в том, не угрожает ли нам опасность. Если нам угрожает опасность, мы можем не оказывать эту первую помощь. У нас это никто не накажет. И по поводу первой помощи я всегда гражданам рассказываю, что в феврале месяца прошлого, ну, 18-го года, в общем, тоже прошлый, 18-го года я читал статью в Германии, собирались судить троих людей за неоказание первой помощи. Там дедушка упал, разбил голову, три человека переступило через него и ушли. Остальные, четвертый вызвал карету скорой помощи. Это уже оказал первую помощь. Как их судьба дальше сложилась, я не знаю. Ну, у нас, если вы слышали, собирались убрать ответственность за неправильно оказанную первую помощь, для того, чтобы стимулировать людей, для того, чтобы они могли оказывать первую помощь, не боялись ответственности. Я не знаю, приняли этот закон, не приняли, но Супрун собирался это продолбнуть. Сейчас мы посмотрим спасательный уклад, если кто-то из вас пожелает его сделать на практике. Пожалуйста, я не против. Для этого мы и собрались здесь. Здесь уже сразу же будет, как мы должны проверять в сознании человека, не в сознании, без сознания, как определить. Есть вот такая ситуация, человек потерял сознание, и мы должны как-то отказать ему помощь, и в этой ситуации ему может что-то угрожать, мы должны его перенести в более безопасное место. Возможно, это автомобиль, или что-то загорелось. Этим довольно часто пользуются и медицинские работники, не знаю, как у нас на скорой помощи. За рубежом пользуются очень часто и медицинские работники, и пожарные, и все службы спасения. Мы обнаружили неподвижного человека, обратились к нему. Молодой человек, что сидим? Ответа нет. Стрипнули стрипка за плечи. Ответа нет. Никаких реакций. В принципе, мы должны в этой ситуации всегда позвать на помощь, чтобы нам кто-то помог, и в этой ситуации организовать звонок в скорую помощь, чтобы мы не отвлекались от оказания помощи. пострадавших. Если есть необходимость, чуть-чуть наклонили вперед, за что угодно, за брюки, за ремень, как можно больше повернули спиной к себе, максимально. Затем ваши руки под мышкой пострадавших, не важно, какая рука, правая, левая, разницы нет. Делаем вот такой вот уклад руки. Наши пальчики большие наружу. Мы всегда хватаем вот так. Пальчики наружу для того, чтобы не приносить большего травмирования, если есть какая-то травма грудной клетки или живота. зафиксировали, положение, вот, коленка согнута, нога прямая. Я вам говорил, не садитесь далеко. Коленка согнута. Поднимаем нашего пострадавшего садик себе на колено и вытягиваем в безопасную зону. В принципе, это одна из рекомендаций, как вы будете действовать. Это уже, да, это уже будет на месте, будет видно. Вот этот вот уклад двумя руками, его называют уклад обезьяны. И она очень крепко хватается, вы знаете, за веточки. И держать пострадавшего очень... Мы будем очень крепко. Всегда задают вопрос и медицинские работники, а если поломаны обе руки? Как нам действовать? Если человек не дышит, мы будем смотреть на сломанную руку или будем вытаскивать? Тут два варианта. И для того, чтобы нам оказывать дальнейшую помощь, проверить, дышит он или не дышит, мы его должны извлечь из автомобиля или перенести в какое-то другое безопасное место, положить на спину и проверить дыхание. Как мы будем проверять дыхание? Мы смотрим на грудную клетку, мы слышим ухом и ощущаем дыхание на щеке. Юрий Петрович, прилягте. Прилягте, пожалуйста. То есть, мы обнаружили это неподвижное тело, обратились, обратились, молодой человек, что с вами? Чего лежим? Не отвечает. Встрекнули за плечи, ждем ответных реакций от него. Молчит. В этой ситуации нам необходимо открыть дыхательные пути. Как мы их будем открывать? Одна рука на лбу, на подбородке, пятый пальчик сверху на подбородке. Запрокинули голову и выдвинули челюсть. Голову мы уже не отпускаем. И вот в таком положении на протяжении 10 секунд мы смотрим на грудную клетку, чувствуем ухом и слышим ухом и чувствуем дыхание на щеке. 10 секунд. На протяжении 10 секунд мы должны услышать как минимум два вдоха и выдоха. Нормальный. Все остальное это неправильное дыхание, если меньше, и это прямой путь сердечно-легочной реанимации. Раньше это было отсутствие дыхания, сейчас говорят о неправильном дыхании. Если оно поверхностное, оно часто, если оно меньше двух раз, это все говорит о том, что нам необходимо начинать легочно-сердечную реанимацию. Встаньте. А пока раз. Если в этой ситуации мы... Еще раз гажите, согреетесь. Если в этой ситуации мы с вами определили, что у нашего пострадавшего есть нормальное дыхание, но он без сознания, всегда в этой ситуации, если вы там находитесь один или вдвоем, вдвоем это проще. Если один, позовите на помощь. Позовите на помощь, кричите. Позвали на помощь. Здесь нет помощники. Для того, чтобы у человека было нормальное дыхание и сохранить открытыми дыхательные пути, мы должны его перевести в стабильное боковое положение. В этом положении у пациента открыты дыхательные пути. Самая нижняя точка это рот и нос. Даже при рвоте не будет шанса, что наш пострадавший запретится глотными масками. Обнарушили нашего пострадавшего, обратились, встряхнули за плечи, проверили дыхание. И вот у нас почему-то все граждане и медработники вот так вот где-то тянутся к пострадавшему. Проще встать, запрокинул голову, открыл рот. 10 секунд посчитали про себя или в голос, проверили дыхание, позвали на помощь. Ручки. Под 90 градусов рука к щеке тыльной стороной. Сгибаем в колене ногу за нижнюю треть бедра снаружи. Это есть рычаг. Мы больше ничем не переворачиваем его. Даже большие дядьки. Под 90 градусов здесь открыли дыхательные пути, проверили дыхание и ждем скорую помощь. Дыхание мы проверяем точно так же. Здесь слушаем, чувствуем и руку ложим на грудную клетку для того, чтобы чувствовать движение нашего пострадавшего. Понятно? Пробуем. Я просто же не знаю, смогу я перелить. Проси, знаете, что это делать? Запрогивать голову чуть-чуть. Ребята, забудьте о шее. Одна на лоб, вторая на подбородок. А если на лоб, то есть, Вам сам уже? О, чего? О, трясло? Сначала. А вот, там же там обратиться. Да. Ну, что это нужно. Да. Щекеку. Щекеку. Да. И ближе, ближе. Слушай, слушай. Уже не надо. Не, не, не. Вот я о чем говорил? Что вы в себе усложняете жизнь. Вы... Не потяну. Нет, это не потяну. Нет, это не потяну. Нет, это не потяну. Нет, это не потяну. Нет, нет. Нет, это не потяну. Не переворачивай. Теперь я нахожусь. Руки обратно. Вижу, я забыла. Нет, так. Почему? Нет, колено стоит на гасплении. А как я тебе ногу поднял? Правильно, это правильно. По-любому. Там не важно как. А... Не, ну вы просто обратите внимание на то, что человек в сознании. Он не расслаблен. Там же шум вот именно там. Попробуй. Я всегда говорю, вот почему-то вот вы становитесь где-то далеко и тянетесь к нему. Встаньте, вот вам удобно будет. Вот будет удобно проверять дыхание. Вот. Так кто будет на нем? Удобно будет. Ну не отсюда же. Это будет неудобно. Неудобно глотать. А ты пострадавшая. Ты не глотаешь. Все равно, да? Да. 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 Одно дело там, другое дело там. Он без сознания был, он не помнит. Тринадцатый. Повторок, все. Голову поправьте. Отпойте. Укройте. 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 И укройте. 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 Вот вы в этой эвакуации. Бежите, бежите. Бежите. Укройте. Укройте. Спасибо. И нос, и рот, это самая нижняя точка. Все, что оттуда будет выливаться, оно будет выливаться. Рвота не страшна. Рвота не страшна. Рвота не страшна. Как нас показывали, вот так, нужно подрогать, для того, чтобы рукой, если быстро не станешь, то рукой можно. Это уже нюансы. Рвота не страшна. 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 Поправим. Голова, в принципе, голова должна, вот это упор, он нерасслабленный, во-первых, голову поправим. Голову поправляем, поправляем так, чтобы вот щека лежала на пальчиках. И запрокидываем чуть-чуть. Стараемся не трогать шею. Забудьте о ней. Мы не знаем, что сюда задавал. Сел и на себя пытались повернуть. В свое время, будучи обычным доктором и так далее, мы все, будучи студентами, мы изучали какие-то неотложные состояния, помощь, которую необходимо оказывать пациенту или просто любому человеку на улице, или где случилось несчастье, человеку стало плохо. Значит, мы это вроде бы изучали, вроде бы это все входило в программы и обучение, и обязательно при аттестации докторов есть вопросы по неотложным состояниям. Однако жизнь показывает, что когда действительно человек, даже специалист, сталкивается непосредственно с неотложным станом пального или просто человека на улице, он теряется, не знает, что делать. К сожалению, это наша реальность, и этому уделяется, наверное, мало внимания, потому что пока петух не клюнет, мы не успеваем перекреститься. Поэтому лучше предотвратить такие ситуации. В первую очередь надо подготовить медработников, которые должны действительно практически уметь оказать помощь человеку, когда ему стало плохо. Это может произойти и в медицинском кабинете, в медучреждении, и на улице, и в транспорте, и где угодно. И вот мы, проанализировав ситуации, которые происходят в поликлиниках, в больницах нашего города, то есть, к сожалению, люди умирают и в таких местах, и им становится действительно плохо, и есть какое-то время до приезда скорой помощи или до того, как среагируют специалисты, те, кто рядом, должны оказать помощь. Решили начать с врачей-стоматологов КНП КДЦ Деснянского района, потому что стоматологи, к сожалению, тоже сталкиваются с этой ситуацией, и есть ситуации с остановкой сердца, остановкой дыхания, анафилактическим шоком от препаратов, и все те ситуации, которые могут привести к смерти человека. И вот мы пригласили совместно с международной организацией «Самаритяне», вот эта организация, которой 135 лет, и она создана одновременно с Красным Крестом, очень распространена в Европе, пользуется большим уважением и авторитетом. Здесь у нас есть представительство этой организации, которая занимается палеотивной помощью, помощь людям с инвалидностью, особенно детям с инвалидностью. У них налаженная система действительно семинаров, обучения любых категорий людей, то есть не только медиков, специалистов, а просто обычных граждан, что делать в ситуации, когда кому-то стало плохо, как человека буквально положить, развернуть, что делать, что не делать. И вот мы с ними спланировали начать цикл таких семинаров, начали вот с Деснянского района, параллельно подключилась сразу Киевская область, Ирпень, город Ирпень, тоже заинтересовались в таких обучающих программах. И мы вот сегодня проводим первый обучающий семинар, где будет выступать сертифицированный в Германии специалист по оказанию неотложной помощи, по образованию фельдшер скорой помощи. Значит, и будет дальше обучение, подхватят после него еще наш доктор неотложки, который тоже расскажет о конкретно медикаментозных способах оказания помощи, о том, что есть в обязательных наборах, присутствующих в лечебных учреждениях и так далее. Рядом со мной находится Игорь Вобрякович, это глава ассоциации медичных работников Деснянского района, районок, который совместно с нашей две организации выступили инициаторами данного проекта образовательного. Нас поддержала и администрация района, и администрация данного заведения, консультационно-диагностического центра Деснянского района, за что мы им благодарны. Это проходит и при поддержке депутатов Киевсовета, которые от Деснянского района. То есть фактически мы начинаем социально значимый проект образовательный, именно для, начинаем для медиков, но уже сейчас подхватили эту инициативу и просят проводить такие образовательные семинары работники социальной сферы, потому что наш СОБЕС работает и с тяжелыми детьми, например, центры по ДЦП, значит, есть работа с инвалидами, с лежачими пациентами, а это уже работники СОБЕСа, явно не медики, то есть у них представлений мало. Опять же, в той категории пациентов в любой момент может стать плохо, и действительно надо научить людей, которые их обслуживают, уметь оказать доврачебную даже помощь до приезда, до момента приезда скорой, потому что иногда эти минуты могут стоить жизни. Давайте попробуем. Давайте я попробую. Попробуй. Пожалуйста. Пожалуйста. Мы учимся, к этому надо привыкать. Если есть 10 секунд, значит 10 секунд мы проверяем. Для того, чтобы уже привыкнуть к этому и знать, что 10 секунд до принятия следующего решения. Мы должны 10 секунд. Пальчики больше. Хорошо. Вот эта вот часть должна давить на грудную клетку. Если мы будем давить чуть в сторону, уже не будет сдавливать сердце. Не отвлекайся. Все нормально. Дышим. Ручка болит. И скорая помощь еще не приехала. Не прыгаем по грудной клетке. Мы уже сломали рюк. Все, человек сможет. Одеваем. Это же вы видите, вы. Взрослых мы начинаем из 30-ти нажатия на верхнюю ветку, два вдоха. У детей мы проверяем дыхание, делаем пять вдохов, опять проверяем дыхание и только после этого начинаем 30 нажатий на грудную клетку, два вдоха, как и у взрослых дальше. Детям мы продавливаем одну треть грудной клетки, пять-шесть сантиметров, а одну треть, разделили ее образно. И темп такой же 100-120 в одну минуту. И делаем массаж. Ну, в зависимости какой у нас взрослый и какой у нас дитек. В принципе, одной рукой. Точно так же рука вертикально, опять нажимаем, делаем одной рукой. Но я говорю, в зависимости от того, какой у нас взрослый и какой у нас ребенок. Десять лет может быть побольше взрослого. Ну, что есть, то есть. И детям, грудным детям мы делаем двумя пальчиками. И выдыхаем вдох. Это наш выдох, который, воздух, который у нас выдох. Есть еще, я вот хотел вам показать, чтобы вы приобрели в стоматологическое отделение. Это то, что мы с вами занимались, оно рассказывает все, что вам делают. И плюс еще, как-то и фибриллярность. Они, в принципе, у нас уже есть и есть, пока я только видел в аэропорту Борисович. В аэропорту Борисович. Я думаю, вам столько денег не дадут. А сколько денег? Ну, самый плохой, и 40-50 тысяч. Гривен. Ну, не американский рублей. Гривен. В принципе, он для, как для простых людей, я просто покажу его принцип работы. На скорой помощи есть профессиональные. Это для простых людей, которые прошли курс первой помощи или не прошли, хотят оказать первую помощь. Он хранится, допустим, вот я видел в аэропорту, как пожарный щит. За стеклом на нем нарисовано вот такое вот зелененькое сердечко с этим, с молнией, то есть с разряда. Учебный сценарий. Пять. Взрослый пациент. Удалите всю одежду, чтобы оголить грудь. Потяните зеленый язычок, чтобы извлечь электроды. Снимите защитную пленку с электродов. Приложите электроды на грудь пациента, как показано на рисунке. Крепко прижмите электроды к коже пациента. Куда что уложить, видите? Да, да, да. Крепко прижмите электроды. Типа да. Рекомендуется подача разряда. Отклонитесь от пациента. Нажмите оранжевую кнопку шок. Разряд подан. Начинайте СЛР. Можно касаться пациента. Расположите скрещенные ладони посередине груди. Надавливайте перпендикулярно вниз на грудь одновременно со звуком метронома. Оставайтесь спокойными. Вот вам чистота с какой надо делать. Это время на вдох. И опять поехали делать массаж. А потом он скажет хватит, да? Может скажет нет. А он услышит, если есть сердцебление самостоятельное, то он скажет хватит. Нет, он скажет где-то там-то. Здесь разные варианты. В этом варианте он не скажет. Нет, в этом варианте, в этой учебной программе он не скажет. Вот это чистота с какой мы делаем массаж. Давайте дойдем, пока он скажет. Еще чуть-чуть осталось. Ну у нас, к сожалению, наверное, и у всех это английский язык. Прекратите СЛР. Идет анализ сердечного ритма. Не касайтесь пациента. Здесь разные варианты. Анализ. Не касайтесь пациента. Подача разряда не рекомендуется. Начинайте СЛР. Можно касаться пациента. Расположите скрещенные ладони посредине груди. Нет, это учебный. Нет, это учебный. Ну, тем не менее, видите. А если это не учебный, то там был большой разряд? Что-то увидел. Что-то увидел. И... В каких случаях рекомендуется разряд? Ну да, это что-то увидел. Ну вот он. Какую-то фибрилляцию, там что-то... Ну это, это тоже один из помогательных методов. Основное у нас что? Непрямой массаж сердца. Вы себе, допустим, вы себе и знаете, наверное, и представляете, что в нашем окружающем воздухе 21% кислорода, который мы вдыхаем, а выдыхаем мы 17% кислорода. Мы используем только 4%. Этих 17% нашему пострадавшему вот так вот хватит. Если у нас не получается делать искусственные вдохи, мы делаем непрямой массаж, гоняем то уже, что есть в нашей крови, в организме. Для сердца легких и мозга у нас вполне достаточно будет, так как человек без сознания, ему достаточно меньше надо кислорода и каких-то питательных веществ. Еще мы говорили о том, что есть такая вот интересная тема и народное тело дыхательное. вот в такой ситуации, я не знаю, ну, в принципе, иногда бывали, чем-то поперкнулись. Вот что мы можем сделать даже как не медицинские работы. Для начала мы можем, если человек еще в сознании, попросить сильно покашлять. Человек теряется. Успокоить, попросить сильно покашлять. Если это не помогло, значит, тогда пять раз между лопаток юноша. Юноша. Ну, вроде не слышит. Ну, только мы не просто бьем там. Мы бьем, во-первых, сильно и гладим. Да. Так, чтобы всем было видно, в одну ручку на грудную клетку слегка наклонили и между лопаток снизу, стараемся снизу вверх. Тяжнее. Снизу вверх. И стараться каждый раз проверять успех этого мероприятия. Выскочило и не выскочило. Но если это не помогло, наклонили ручку, кулак, пальчик опять наружу, на верхнюю часть живота. Для того, чтобы проверить, правильно или неправильно мы положили руку, вот этот вот пальчик должен у нас попадать прямо в бок. Да? Лизинчик. Лизинчик. Пальчик ставите, значит, рука поставить направление. Вторую руку над нее. И резкие движения снизу вверх. Хорошо, он с лучшим троением дорог. Тоже. Для водных масс это не подходит прием. Почему? Ну в ротных массах может быть все что угодно. Когда у крови несет. А если весь у стоматолога получается? У стоматолога в кресле такой, что с твоей на водной массе, вот у меня такого было. Человек вздохнул, начинает так, как мне. Ставьте. Он должен мне послушать, что он должен встать еще. Естественно. А как вы сделаете эти все приемы? Вот только так. Хватается за это все заставить его встать получается. И это не оставить встать. Или ждать. Или ждать, пока он успокоится. И потом начинать реаниматься. Если же успех нашего мероприятия прошел нормально, кусок мяса или колбасы выскочил, что мы еще должны сделать? Мы должны посоветовать нашему пострадавшему или вашему пациенту все равно идти в пульмонолог. Потому что там неизвестно, что еще осталось. Может оно его уже не беспокоит, но оно там не стало. Я, как глава Ассоциации медицинских работников Деснянского района, как практикующий лекар-стоматолог, вважаю, что такие курсы крайне необходимы для всех лекарей, не только для стоматологов. Сейчас мы эти курсы начинаем, пока что только для стоматологов. Они абсолютно безкоштовны. Но в дальнейшем мы планируем эти курсы проводить для всех других специалистов КНПКДЦ Деснянского района. Я хочу наголосить, что проходить час, и деяка информация забывается. Поэтому эту информацию надо поновить. Плюс, какие моменты изменятся. Нам нужно знать все старое, которое мы изучали в институте. И сгадать, и научиться того нового, которое существует на данный момент.